Перед вами орхидея. Трудно найти растение, которое бы так чаровало своей необычайной красотой, изысканностью и совершенством, как орхидея. К тому же от самого слова несет такой таинственностью и легендами, порожденными как древностью, так и эпохой охоты на орхидеи. Недаром на британских аукционах прошлого столетия можно было обнаружить орхидеи, выросшие на человеческом черепе, услышать о смертельных опасностях, которые выпали на долю тысяч охотников за орхидеями. А как волнующе звучит китайские поэтические сравнения с красотой и ароматом орхидей. Интерес к сбору орхидей в природе подогревался исключительно высокими ценами на них. По свидетельствам современников, активный охотник за орхидеями мог заработать за сезон 2-3 тысячи фунтов стерлингов. Самая такая добыча орхидей она ограничила с варварством. В одной из таких экспедиций было собрано 8 тонн орхидей, это около 100 тысяч экземпляров. Тропические леса на глазах лишались своих самых красивых растений. Главная тайна орхидей это секрет их культивирования, из-за которого этим прекрасным растениям пришлось отдать тысячи жизней. Англию даже назвали могилой для орхидей. Настолько много их гибло в оранжереях ботанических садов и у богатых любителей экзотических растений. Видимо, именно тогда и родилась легенда о том, что орхидеи невозможно вырастить в обычных комнатных условиях, а тем более увидеть, как они цветут. Однако трудно поверить, что из более чем 20 тысяч видов семейства орхидных, ни один не оказался бы пригодным для выращивания. Чтобы ознакомиться с этими чудесными растениями, не нужно отправляться в заморские путешествия. Орхидеи освоили почти весь земной шар. От полярных тундр до тропических лесов. Нужно лишь присмотреться к особенностям экобиологии и пробовать создавать соответствующие условия. Главная отличительная черта орхидей это уникальный цветок. При всем многообразии форм и расцветок у всех орхидей единый план строения цветка. Три чашелистника часто могут срастаться между собой, образуя шлем, как у яртышника, или нижнюю губу чашечки, как у башмачков. Из трех лепестков нижний образует посадочную площадку для опылителей. Она может быть похожа на мешок или башмак. Иногда на трубку, а у некоторых видов довольно удачно имитирует шмеля, овода или даже паука. Два других лепестка лишь обрамляют нижний лепесток. Тычинка у орхидных, как правило, одна, да и та приросла к столбику, приподнятому над нижним лепестком. К насекомым приклеивается липкая масса пыльцы, снабженная специальным прилипальцем. При посещении следующего цветка эта пыльца попадает на рыльце. Зависть нижняя, ее легко видеть снаружи цветка. Цветки собраны в колосье. Иногда в колосье остается лишь один цветок. Окраска цветуков варьируется от чисто белых до насыщенно розовых или лиловых тонов, иногда с примесью желтого и зеленого. Часто при смешивании окраски образуется причудливый, пурпурный или коричневый рисунок из различных по величине пятен. Орхидеи есть ароматные. Самая ароматная из них, самая душистая, это ваниль, завязи которой высушенные особым образом очень ценятся как пряность. Так что ванилин, который мы употребляем во всех наших тортах и выпечке, это тоже орхидеи. Цветы тропических орхидей в большей или меньшей степени имеют выраженный ванильный запах, который в разной мере облагорожен другими оттенками аромата. Листовые пластинки овальные, но на очень коротких черешках или вообще без них, обычно однотонные или зеленые. Лишь у некоторых орхидей они по-своему привлекательны мраморным рисунком или белой сеткой жилок на бархатистом темно-зеленом фоне. Итак, я сегодня рассказала вам про орхидеи. Вы немножечко узнали историю этих цветов и немножечко я вам рассказала о видах орхидеи. Я буду продолжать свои рассказы про орхидеи. Приходите ко мне почаще. Подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Поставьте лайк, включите колокольчик, чтобы вовремя вас оповещали о новых видео, которые выходят у меня на канале. Ну, на сегодня все. До свидания, до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»